всем привет меня зовут настя и вы находитесь на канале посвященном вязанию и теплым вещам созданным своими руками сегодня я записываю отчетное видео о готовых работах за весну несмотря на то что уже близится к концу июнь но я решила что все-таки хочу записать такого рода ролик всегда интересно даже для самой себя подвести итоги посмотреть сколько же можно спеть связать за три весенних месяца мы будем говорить только о вязании хотя за этот период я еще много чего делала другого я и вышивала и шила всякие разные предметы но подводить итоги мы будем только повязанным работам не все работы я смогу к сожалению сегодня показать несколько работ просто уже совсем в активной эксплуатации одно изделие забыла взять из машины потому что там тоже лежит на постоянной основе на случай если мне нужно что-то накинуть на себя ну и еще одно изделие уже было подарено и отправлено своему своей хозяйке и давайте начнем наверное я распределю все по группам и начнем из плечевых изделий первое плечевое изделие которое было связано весной в марте вот такая вот льняная футболка с рукавом примерно по локоть и это изделие я вязала стопроцентного льна который мне прислала в подарок леночка орлова очень красивый зеленый цвет и несмотря на то что мне кажется ни разу не появлялась в этом изделие видео я довольно часто его носила пока не наступила очень сильная жара что могу рассказать про это изделие во первых я его вязала сшивным и руководствовалась выкройкой трикотажного лог слива я скачала на сайте grasser выкройку бесплатную лог слива это футболка трикотажный с длинным рукавом укоротила там рукав и прямо пошагово вязала руководствуясь этими размерами и получилось очень и очень неплохое изделие немножко она упомялась вот тут вот как раз обычно я подпоясываюсь простое изделие вязала я на довольно тонких спицах насколько я помню это были спицы 275 если мне не изменяет память я конечно же все параметры подпишу в инфобоксе вес изделий пряжи если ее можно еще найти и номера спиц как который я использовала что здесь еще такого интересного на самом деле это очень простое изделие навязалась она довольно долго обработка обработка просто закрытие петель и набор без всяких премудростей самое обычное закрытие ну а на рукавчик ах вот такая вот зуб зубчатый край не очень мне понравилось как это выглядит в горловине поэтому я просто ее закрыла и это вточной рукав немножко спущенная линия плеча и это очень очень базовая вещь которую я как правило ношу с какими-то женственными юбками это добавляет какого-то баланса образу и такая простая вещь которую можно надеть какие-то красивые и массивные украшения и броши и в общем то она не особо сильно цепляет на себя внимание но образы с ней получается очень и очень неплохие по длине это где-то до середины бедра изделия и не могу сказать что она сильно меня облегает это такая средняя посадка этим изделием вполне довольны и ношу его с удовольствием вторым плечевым изделием был потрясающий кардиган по описанию стивена веста который называется honeycombs jacket и это вот такое вот изделие я не буду очень подробно и много о нем рассказывать оставлю ссылочку на видео посвященный этому кардигану я очень очень подробно рассказываю о том как я его вязала изделие очень непростое но так интересного было вязать и результат невероятный здесь присутствует много очень классный пряжи это различные миксы чего здесь только не немножко вкратце просто расскажу какую использовала здесь пряжу на то как это вяжется можно будет посмотреть в отдельном ролике что здесь есть за пряжи здесь присутствует пряжа думтога в сотах и я очень тщательно отмеряла длину нити чтобы у меня совпали рукава и они действительно совпали по секциям рукава широкие и так красиво сидят просто очень очень красиво с одной стороны это сота с другой стороны это однотонное полотно рисом связанные и это полотно связано из однотонной дон доги 61 очень приятное и очень теплое изделие еще здесь присутствует пряжа лэмсвум вот такого вот темного цвета и перец здесь полосатый у кардигана есть карманы настоящие очень интересный был опыт вывязывания никогда не вязать не вязала карманы и все здорово получилось какая здесь еще есть пряжа здесь есть еще пряжек микс созданный при помощи полушерсти и кашемира и такой получился классный меланжевый эффект на рукавах все смотрится ну невероятно интересно и на мне и вообще модель сама мне очень нравится и воплощение и другими вязальщицами заслуживает особого внимания есть очень яркие версии этого изделия есть более приглушенный но у меня получилась вот такая вот цветовая гамма я изначально даже думала о других цветах и покупала пряжу для того чтобы вязать кардиган но потом все сложилось так как сложилось я этом очень сильно рада мне кажется что это расцветка мне очень сильно подходит но это посадка такая как у бомбера это не облегающие изделия но довольно свободное очень теплые можно носить в качестве верхней одежды ранней осенью или весной довольно результатом ну и еще раз повторюсь заходите если вы не смотрели ролик посвященный этому изделию посмотрите это изделие в примерке и технические характеристики того как это вяжется и давайте поехали дальше дальше будет изделие которое к сожалению не могу сейчас показать несмотря на то что готовилась к видео я просто забыла что кардиган связан из буретного шелка лежит в машине он лежит там на случай когда нужно выйти в какой-то довольно прохладное помещение с кондиционером я тогда просто достаю его из машины и накидываю на плечи дабы не заболеть и не замерзнуть кардиган вязался из буретного стопроцентного шелка опять таки который мне прислала в подарок леночка орлова и это изделие вязалось в рамках совместного проекта шелковый путь конструкция изделия интересная но при этом очень простая и автор описание предлагает его носить даже двумя способами но один способ как-то на мне сидит не очень на 2 сидит намного лучше и я использую это изделие как именно накидку такую небольшую там очень коротенький рукав примерно как у футболки красивый цвет и но я не могу сказать что он у меня прям сильно прижился в гардеробе как самостоятельно изделие чтобы я специально что-то поддела вниз я действительно использую его в качестве верхнего слоя чтобы не замерзнуть в помещениях но не более того но не могу сказать что оно было сильно неудачным и теперь переходим к последнему плечевому изделию всего за весну за три месяца я связала 4 плечевых изделий кто-то подумает что это мало кому-то это покажется многом все эти вещи действительно носятся и будут носиться и последним изделием было лапа пейса из дун даги из дун даги лайка твит такая твидовая ниточка одна из последних коллекции этой фабрики латвийской мне эту пряжу в подарок прислала моя подписчица александра и не знаю уверенно ли было александр что я буду вязать изделие в две нити или нет но я решила вязать очень-очень теплый свитер лапа пейса жаккарда для этого изделия использовала писание из книги дикий свитер и линки нойман очень красивый и давайте на него конечно же теперь посмотрим и так вот это вот красивейшая лапа пейса вязала я по описанию но не попала в плотность поэтому пришлось кое-что пересчитывать я просто уменьшила количество рапортов в кокетке и дабы она сидела на мне так как это нужно было мне я еще убавляла некоторые элементы жаккард но теперь посадка очень очень хорошая это изделие на размер скорее всего м и дундага в две нити и жаккард тоже выполнен из этой же пряжи и что здесь еще вам рассказать интересного росток по горловине сзади и больше нигде ростка нет но изделие сидит очень хорошо главная загвоздка была в том что я не знала хватит ли мне на это изделие вообще пряжи у меня было опасно 2 пасмасно но цветы по моему по одной дополнительных но в итоге мне хватило пряжи у меня даже есть небольшие остатки изделие весит 416 грамм несмотря на то что это свитер лапа пейса для суровой зимы я думаю что в принципе можно даже в качестве верхней одежды его надевать она весит довольно немного но это не очень длинные изделия это где-то изделие до середины бедра вязала я и перевязывала потому что в самом начале набрала довольно много петель и уменьшала их количество обработка ай кордом на горловине обычное исландское закрытие на манжетах но изделие получилось очень красивый несмотря на то что она не яркая мне кажется это расцветка мне очень подходит это будет базовое изделие которые я в первую очередь планирую носить дома я живу в грузии и у нас в домах нет очень жаркой температуры поэтому я чаще всего именно вижу теплые изделия для того чтобы носить их дома ну и пусть они будут такие вот красивые как это лапа пейса вот такой вот результат у меня получился с ней связала я ее совсем недавно закончила прямо в самом конце в самом конце мая и вот такая красота получилась с плечевыми изделиями это все но я думаю что этот результат просто прекрасный потому что все изделия очень были разные все их вязать было интересно это каждое изделие дало мне какие-то новые знания и умения а это очень важно для меня поэтому довольна и не только тем что получилось но и тем как происходил процесс вязания ну а теперь мы с вами наверное перейдем к всяким аксессуаром я не знаю как вы а а я когда в раздумьях что же вязать следующим просто начинаю вязать носки носки такой аксессуар который не бывает вообще много я периодически обновляю свой вязаный ряд носочков какие-то старые просто уходят в утиль и на их место приходят новые ну и в вязании носочков в зависну я тоже старалась попробовать что-то для себя новое и самой первой пары стали вот такие вот укороченные носочки которые я обязала по мастер-классу марины made by marine здесь пятка бумеранг и очень красивый зубчатый край у верха носочков остальное все в принципе довольно просто вяжется это пряжа lise super wash такой очень мужской расцветки но мне эта расцветка очень подходит просто в демисезонную обувь и носочки эти я ношу в обувь поэтому не знаю видно вам или нет но они выглядят в принципе неплохо я не могу сказать что на силу я их очень часто и это размер 38 ушло у меня я вам обязательно подпишу сколько грамм на носочки и я ими вполне довольны невысокие носки на день демисезонный период следующие носочки были связаны прямо сразу у меня так бывает что я вижу одно изделие мне очень понравилось я тогда повторяю его в каком-то другом цвете и это касается носочка в первую очередь вторые носочки сейчас я пока одеваю на блокаторы буду рассказывать про них я вязала из бобины итальянской пряжи носочные секционного окрас очень красиво я купила их в оффлайн магазине итальянской бобины пряжи в тбилиси и купила я этой пряжи по моему 100 грамм или 70 грамм и у меня еще есть даже остаток модель точно такая же я решила просто закрепить новое знание пятку бумеранг я вывязывала правильно первый раз в носочках который показал до этого а вторая пара выглядит вот так ним они почти получились симметричные по секции но я на самом деле не подготовила каждый раз когда я начинаю подгадывать секции у меня пуля пляшет видимо плотности узор не всегда ровно ложится а вот когда я об этом не думаю происходит почти стопроцентное совпадение используя кстати говоря новые очень красивые блокаторы которые мне прислала в подарок моя подписчица татьяна из германии вот такие вот получились носочки снова на на мой 38 размер у меня есть одна небольшая проблема у меня очень худые ноги и эти все две пары носочков сидят довольно свободно но так как они невысокие это неплохо икра у меня икра у меня тоже очень и очень худая пряжа что могу сказать про пряжу в носке она очень неплохо но единственное что очень сильно вымылся цвет она была намного ярче в бобине и после стирки окрас стал более окрас стал более приглушенного цвета конечно хотелось бы чтобы они были более яркие но что есть то есть и я все равно с удовольствием ношу за три месяца я связала в итоге четыре пары носочков не помню какие следующие были по очереди но мне кажется что это были следочки очень очень простые вяжутся элементарно и выглядят они вот так это как следочки тапочки вязала я их из российской рассказовской шерсти они пушистые теплые и вяжутся очень просто сначала вывязывается поворотными рядами вот этого часть платочной вязкой потом все соединяется и дальше вы делаете убавки которые вам нравятся больше всего после того как я их связала постирала я поняла что они мне немного широковато и я сделала обвязку крючком врачим шагом и получилось симпатично это такие носочки тапочки для того чтобы лежать на диване под пледом и согреваться теплые классные я думала что они немножко сваляются но почему-то рассказовская шерсть не сваливается видимо в ней есть какая-то синтетика которую нас от нас тщательно скрывают ну вот такая вот симпатичная пара у меня получилась на блокаторе просто показываю один конечно же их у меня два и последняя пара мне кажется что она самая классная получилось и я вязала впервые носочки методом helix по спирали и получилась такая красота даже расцветка которая используется цветная не такая красивая мне кажется было бы если бы это были просто носочки обычным способом связанным они полосками по спирали выглядят они вот так это первый носочек и сейчас покажу второй они более высокие здесь используется пряжа реги и однотонной пряжи это lise super wash она у меня в масочка в пяточке и в резинке используется но и по всей длине по спирали вот такая красота не очень тоже похожи друг на друга довольно высокие я здесь делала укрепленную пятку и остальное все очень просто но они очень красивые мне кажется получились и будут поднимать настроение хмурыми осенними вечерами и зимними довольно тоненькие приятные будет здорово носить их в обувь вот такая вот классная пара получилось я уже даже посматриваю на новые красивые моточки секционный пряжи чтобы связать опять носочки по спирали способ мне очень и очень сильно понравился это все что касаемо носочков дальше чтобы дальше я кажется связала воротничок однажды в инстаграме я наткнулась на очень красивый профиль в котором были представлены изделия связанные крючком увидела там такой красивый воротничок связанный бабушкиными квадратами что недолго думаю я принялась взять его и вязала я его снова из пряжи дундаги из остатков и получилась вот такая красота очень классный воротничок и цвета довольно базовый подходит ко многому мы ко многим вещам в моем гардеробе вот даже посмотрите как здорово выглядит с болотным цветом что здесь за пряжа здесь пряжа остаточки в пасме дундаги подобраны несколько цветов потом здесь еще есть альбака дропс кремового цвета и крю и это не только бабушкины квадраты но и треугольники спасибо девочку моим подписчицам которые мне подсказали как из квадрата сделать треугольник у меня самостоятельно этот получилось в воротничке присутствует раз два три четыре квадрата они немножко разные и три треугольника по бокам и сзади тоже треугольник и вот этот вот мотив называется африканский цветок постараюсь вспомнить мастер-класс по которому я училась его вязать и оставлю в описании к этому видео если вы еще не вязали воротничок крючком бабушкиными квадратами вам нравится эта идея я вам рекомендую попробовать процесс довольно быстрый и очень увлекательный но и к тому же можно пристроить какие-то статки своей пряжи вот такая красотища получилась и что еще было связано того что я вам могу не могу сейчас показать я вязала в подарок для подруги ремень из рафии графе было от фирмы катя секционного окрас очень симпатичная и подружка попросила меня повторить ремень которую у меня тоже есть но я не помню где он сейчас находится поэтому ставлю вам просто фотографию и могу сказать что ремень с рафии отличный лет летний аксессуар я с удовольствием их ношу потому что это не жарко это очень пластично можно регулировать длину при помощи просто пряжки и продевать в любое отверстие которое удобно то есть это может быть и посадка по бедрам и наталью можно надеть будет ремень и в любом случае это будет очень красиво выглядеть ремень был не широкий и ушло у меня примерно половина моточка россии мне использовалась фурнитура для ремня рашка и по моему больше ничего там и не было из еще из того что я вам сейчас не покажу просто потому что этот аксессуар лежит в ванной очень активно используется я связала одну варежку для для душа от маши вязание скулки машинка огромное тебе спасибо прекрасные получились изделия у меня еще осталось пряжа на небольшой еще какой-то аксессуар для ванной и присмотритесь к этой идее если вам нравится использовать какие-то дополнительные скрабирующие предметы для душа вот можно связать выглядит стильно и это не такая мочалка которую вязали из каких-то синтетических материалов а очень классная по тактильным ощущениям варежка и и мочалка я не очень довольна использует туши поэтому не могу сейчас принести и что же я еще и весной я еще связала очень красивую сумку жаккардом крючком из рафи вот такую яркую настроение летний придает этот это сумка образу классное сочетание цветов одно из моих самых любимых и на весну и на лето это небесный голубой цвет и лимонный желтый это жаккард с лимонами идея посмотрела у дизайнера мол и милс она выпускала описание косметически кажется с лимонами я немножко видоизменила сами лимоны чтобы они соответствовали пряжи которую я использую нее это хлопковый шнур а у меня это рафия и это рафия китайская аналог пряжи акандария от хамонако в таких же моточках она и тактильна точно такая же и здесь у меня кстати не только она но и еще аналог китайский аналог пряжи испи в бобинке голубая это испи желтая это похоже на пряжу от хамонако здесь полтора моточка лимонного цвета и неполная бобинка голубого вязалось очень и очень просто по кругу и еще здесь бамбуковые ручки присутствует каким образом я их закрепила я связала небольшую ленту и ее пришила иглой изнутри и приклеила еще на горячий пистолет вот это вот эти вот детальки чтобы они не ходили ходуном и все это очень устойчиво из примечательного что здесь еще здесь еще есть вот такая вот керамическая бирочка которая мне как-то приехал с одним из заказов керамических заготовок для броши и я сюда приспособила ее и мне кажется получился ну невероятно стильный аксессуар я с удовольствием выгуливаю эту сумку и так как она мне подходит под очень многие образы она выгуливается довольно часто ну и последнее изделие которые я связала весной это был вот такой вот щеночек бигли по описанию клэр гарланд и вязала я его в рамках собственного совместника бигль с настей получился вот такой вот классный пушистый малыш я вязала его из пряжи китайской норки белого цвета и еще я здесь использовала подмод пряжи мохер вы от ализе ну и еще здесь присутствует шерсть шеттланд недавно на моем канале вышло видео посвященное исключительно игрушкам по описанию клэр гарланд и я немножко более подробно рассказывать там и про вот этого малыша так что рекомендую зайти вам посмотреть этот ролик если вы его еще не видели или если вы вдруг случайно набрали на мой канал и не знаете что я очень люблю вязать игрушки спицами и вот такой вот малыш появился одним из самых последних игрушек у меня коллекции и по моему это все вроде бы и немного но и немало потому что и помимо того что я занималась вязанием я еще разным творчеством занималась весной и мне было очень не скучно и весна была в творческом плане очень и очень плодотворный расскажите в комментариях что успели за весну связать вы если вы помните сколько плечевых изделий вы вяжете за три месяца я связала 4 но два таких очень больших и глобальных изделий 2 немножко немножко попроще но не совсем простые потому что это не просто какой-то реглан каждый раз это что-то новое и интересное лично для меня я надеюсь что вам понравился этот ролик что вам было интересно заглянуть в прошлое вместе со мной и увидеть все то что я связала за эту весну я вам желаю неисчерпаемого вдохновения и настроения на то чтобы создавать что-то новое интересное для себя для своих близких если вам понравилось это видео поставьте ему лайк если не подписаны на канал подписывайтесь всегда буду рада увидеться с вами снова пишите комментарии и увидимся с вами надеюсь совсем скоро до новых встреч пока пока а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok